Всем здравствуйте! Вы на канале Светлана Герасимов и её гости. И в гостях у меня сегодня Юрий Гиммельфарт и наш разговор об актуальном. Юра, здравствуй! Добрый день, Света! Я приветствую всех наших зрителей. Юр, вот избирательная кампания в США подходит к логическому своему завершению, касается дела, ну и результат, как там, что будет, всех вас и России, и Израиля, и всех. И вот, Юр, не раз мы этой темы касались, да, и всегда обсуждение шло в том плане, что Камала Харрис будет куклой у Обамы, да. Ну вот, мне кажется, это ещё не самый худший вариант, вот, но сейчас, чем дальше, тем более понятно, что Камала Харрис рассчитывает управлять Америкой сама. И вот Обама огорчён, что у неё слишком низкий кью, и есть впечатление, что если Харрис будет президентом, вот с Обамой-то они как раз и не сработаются. Ну, на самом деле, понимаешь, Камала Харрис, как и любой человек, может начать свою игру. Ну, прекрасный на то пример это Владимир Путин. Все рассчитывали на то, что эта серая бледная моль будет послушной куклой, а бледная моль начала свою игру. Знаешь, у меня в эфире Игорь Александрович Яковенко однажды хорошую фразу сказал. То, о чём мечтают ничтожества, нам с вами лучше не знать. Так вот, дело в том, что действительно сейчас есть такое впечатление, что Харрис, у неё появились именно президентские амбиции. Но на самом деле положение демократов очень неприятное. Сейчас в их стане начинается паника. Ну, давай мы начнём с того, что приходит всё больше неприятных результатов опросов, которые указывают на то, что Харрис может проиграть чуть ли не во всех колеблющихся штатах. Они очень шатки у неё и на Среднем Западе, и в Аризоне, и в Неваде, в Джорджии. И дело ещё и в том, что происходит ряд неприятных для демократов вещей. В частности, вот эта ситуация с ураганом. И, как следствие, наплевательское отношение к пострадавшим. Камала Харрис, она попыталась, подчёркиваю слово, попыталась показать свою компетентность, но во время брифинга выяснилось, что ей помощники дают ответы на уши. И сама она не в зуб ногой в этой ситуации, она не может решить какие-то вопросы. Более того, сейчас выяснилось, что вот вышла какая-то книга Боба Вудворта, которого он вообще попытался там представить, что Трамп семь раз тайно общался с Путиным. Но мне задали этот вопрос несколько человек, я ответил, я говорю, минуточку, что значит тайно? Это означает при отсутствии прессы. Это означает, что результаты этих переговоров, они не попали в прессу. Поэтому любой президент проводит кулуарные или телефонные переговоры с другими президентами, это нормально. Это демократам тоже совершенно не помогло. Плюс, понимаешь, вот эта нацистская вакханалия, которая сейчас происходит в Соединённых Штатах, она дала довольно любопытный эффект. И сейчас ты очень удивишься, какой эффект. От демократов откололась практически вся, подчёркиваю, практически вся, диаспора Южнокореи американцев. Потому что им остачертела вот эта нацистская вакханалия, потому что любой разумный человек рассуждает так, что если сейчас в Америке лозунг, извини меня, «Бей жидов, спасай Америку», то где гарантия, что завтра не будет лозунг «Бей узкоглазых, спасай Америку». Извини, конечно, да, Света, ты права, так работает логика нацизма. Всегда исключений тут не бывает, по определению не бывает. И в данном случае, понимаешь, в сложившейся ситуации это очень и очень серьёзно ударит по демократам, потому что эта вакханалия, она переходит уже все границы. Дальше, с другой стороны, сейчас и мусульманская диаспора, она отходит от демократов по той простой причине, что здесь нет обратного эффекта. То есть Харрис не поддержала впрямую их чаяние и поддерживает Израиль, я больше того тебе скажу. Вот несколько дней назад обсуждали отказ Дональда Трампа от повторных дебатов с Камалой Харрис. И демократы это попытались представить, что, мол, вот Трамп испугался и так далее. Ну, на самом деле, во-первых, были дебаты с Байденом, были дебаты с Харрисом. А после этого Камала Харрис заявила, что она полностью поддерживает политику Байдена и будет действовать в том же ключе. Помилосердствуйте, а зачем Трампу в таком случае устраивать третьи дебаты с одним и тем же лицом? Какой в этом практический смысл? В этом ноль смысла. Никакого. И это бьет по позициям демократов. Вот как-то так. Вот, Юр, когда были те выборы, Трампу сильно не повезло, потому что в разгаре была пандемия, на него громадный объем проблем и проблем зачастую трудно разрешимых обрушился. Это, естественно, все сыграло против Трампа. А ведь сейчас, ты понимаешь, ситуация-то изменилась. Все, что происходит, оно играет против демократов. А происходит много вот тот же самый ураган, с которым идеально справиться с последствиями. Демократы не в состоянии. Никто бы, конечно, не в состоянии, наверное, справиться. Но ведь падает-то все на них. А то же самое, что на Ближнем Востоке происходит. И вот это же какой вот конечный результат всех этих проблем может быть? Свет, мне сложно ответить на твой вопрос, какой бы конечный результат будет. Тут все зависит от одной интересной вещи. В прошлый раз, четыре года назад, Трамп проиграл Байдно за счет масштабных фальсификаций. Ну да. Это давайте мы назовем вещи своими именами. При этом команда Трампа четыре года назад проявила, ну просто фантастическую беспечность. И результат, как говорится, налицо. Сейчас может победить Камала Харрис за счет масштабных фальсификаций. А зачем за нее будут? Вот Обама не очень-то к ней, Барди тоже не очень. Кто будет ради нее это делать, стараться? Видишь ли, Свет, большая политика так не работает. В данном случае важно именно демократической партии удержать свои позиции. Хороший будет президент, плохой будет президент. Это не суть важна. Важно то, чтобы демократы остались у власти. Так работает политика. Потом, как говорится, разберемся вплоть до того, что Камали Харрис смогут устроить импичмент или иные неприятности. И первым лицом будет Тимов. Это не суть важна. Важно то, чтобы удержали свои позиции. Вот каким образом это работает. Понятно. Вот Баден, он дал указание, чтобы сейчас Трампу обеспечили уровень охраны не как кандидату, а как действующему президенту, потому что опасения за безопасность Трампа есть. И вот Баден на это пошел. Это же ведь он какую-то, как говорится, симпатию, что ли, к Трампу, наверное, позиции. Нет, здесь дело не в симпатии. Здесь дело в том, что у Бадена осталось чувство самосохранения. Если сейчас будет третье покушение на Трампа, то это уже все шишки посыпятся на Камалу Харрис, на Демократа, потому что сейчас теряются позиции. Понимаешь? А тем более до выборов осталось очень немного времени. И, понимаешь, Свет, любое событие, даже топовое, оно все равно держится наверху, в верхних строчках поисковиков, в топах обсуждения ограниченное время. Две-три недели и все. Ну, чтобы было понятно. Вот я приведу пример. Вот как ты считаешь, убийство Алексея Навального – это важное событие? Безусловно. Безусловно. Кто его сейчас обсуждает? Да его уже никто не обсуждает. Но все, ушло. Оно заменено более животрепещущими событиями. И здесь то же самое. Но до американских выборов осталось три недели. И, соответственно, это не успеет просто уйти из топов и сыграет против демократов. Поэтому, да, правильно сделал Байден. Это чувство самосохранения. Это логичное решение. Но я еще одну вещь забыл сказать. Как ни парадоксально сейчас против демократов сыграла пламенная речь кандидата на пост премьер-министра Канады Пьера Пуальевра. Это была совершенно потрясающая речь, в которой он сказал, что если Израиль уничтожит иранские ядерные объекты, то этим окажет огромную услугу всему человечеству. А это было сказано после того, как в прессу просочилась информация о том, что Байден настаивает на том, чтобы Израиль ядерные объекты Ирана не трогал. И вот эта речь как раз была на пике обсуждения возможного ответа Израилю. В Америке эта речь тоже произвела хурор. А Канада, пардон, один из ближайших союзников Соединенных Штатов и ближайший сосед. И вот на этом фоне как раз это сыграло против демократов, против той вакханалии, которая сейчас происходит в кампусах американских университетов. Как-то вот так. Юра, вот ты можешь объяснить, да, почему защищает Америка правительство Байдена ядерные объекты Ирана? Ведь не понимать последствия, то, что будет, ну невозможно. Видишь ли, Свет, во-первых, давай мы не будем забывать, что еще в бытность Барак Абам была заключена чудовищная ядерная сделка с Ираном. Да. То есть мы вам платим деньги, а вы не делаете ядерное оружие. Ну они же делают. Правильно они делают его на американские деньги. При этом здесь американцы давали Ирану определенные гарантии. Но и Иран на словах давал Америке определенные гарантии. Трамп первое, что сделал, он вышел из этой ядерной сделки. Первое, что он сделал. Но вышел он, как говорится, легитимно, то есть с соблюдением всех юридических процедур. А Байден опять возобновил эту ядерную сделку. И вот теперь, если в бытность Байдена будет нанесен израильский удар по иранским ядерным объектам, это означает, что американские гарантии не стоят ничего. И это я очень мягко скажу. Вот почему в данном случае это сыграет против Байдена. Ядерную сделку нельзя было заключать, потому что я уже сто раз повторял. Эти дикари ни в грош не ставят договоренности с неверными. С ними, они понимают только разговор с позицией силы. А здесь был разговор такой во время этой ядерной сделки, что была показана слабость. Они это восприняли как слабость Америки. Но, вот ты обрати внимание, вот начиная с Обамы, что происходило. Во-первых, я напомню, что был такой документ, который назывался Будапештский меморандум. По которому и Великобритания, и Соединенные Штаты, и Россия давали Украине гарантии ее безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия. Только я и хотела это... В 2014 году все уже в бытность, я напомню, Барака Обамы был зааннексирован Крым. При этом Байден, который тогда был вице-президентом, первое, что он сделал, он примчался к исполняющему обязанности президента Украины Турчинову и категорически потребовал не сопротивляться. То есть, мир уже увидел, что американские гарантии вещь шаткая. Это более или менее стабилизировалось при Трампе. При Байдене, уже президенте, я напомню это, 24 февраля 2022 года началась прямая агрессия России против Украины. 9 мая, после громких заявлений, что Путин убийца, Путин дорого за это заплатит, все говорили, боже, храни Байдена, 9 мая 2022 года, Байден подписывает закон о ленд-лизе для Украины той самой авторучкой, которую Франклин Долану Рузвельт, в овальном кабинете подписал ленд-лиз для Советского Союза. Символ. Чем это все закончилось? Мы с тобой более чем хорошо знаем. И ты, и я, и другие наши коллеги уже, извини меня, охриплят того, чтобы говорить, давайте ленд-лиз. Причем вначале мы даже защищали Байдена, говорили, ну ребят, ну ленд-лиз это, извините меня, это не мешок картошки, его быстро не сделаешь, надо подготовить, надо, то, надо, все. Разговор уже перешел в недоумение. В октябре 2022 года, когда я выпустил ролик, где показал, какое количество бронетехники в великолепном состоянии находится на полигоне в пустыне Сьерра в Северной Калифорнии, где на 36 тысячах акрах земли хранится 26 тысяч единиц бронетехники, БМП Брэдли и танки Абрамс М1. При этом это не советская система хранения, в американской системе хранения, так и эта техника на полигонах стоит в идеальном состоянии, но с сухими баками. Это понятно. И я даже рассчитал, сколько нужно времени для того, чтобы хотя бы 10% этой бронетехники оказались в Украине. Ладно, окей. Дальше продолжается вот этот вот мурыжинь. Я не хочу это пережевывать. Всем, кто интересуется вопросом, я настоятельно рекомендую посмотреть ролики Андрея Николаевича Лорионова. был у него на YouTube-канале, где он расписывается с точностью до одного доллара и с точностью до одного дня, как все происходило. Поэтому тут, как говорится, бессмысленно возражать. Вот Юра Табак и команда, как говорится, да, там американские наши друзья, они нашли какой-то, знают вариант, когда ленд-лис на совершенно законном основании можно возобновить. Но ведь для этого нужно, чтобы в Белом доме были определенные условия. Света, для того, чтобы это сделать, нужно только одно – политическая воля. И желание. А сейчас, в данном случае, я опять же напомню, та же Камала Харрис, она заявила, что она против эскалации. И она заявила, что поддерживает полностью политику Байдена и будет проводить ту же самую политику. Ты знаешь, Света, вот это выражение «мы не хотим эскалации», я его уже воспринимаю как обсценную лексику. Да не только ты, оно вообще как ругательство давно будет. Да, потому что на Ближнем Востоке они не хотят эскалации, в Украине они не хотят эскалации, в Европе они не хотят эскалации. Ребят, но вы в итоге получите еще большую эскалацию. Ну, они получают, вот она идет. Они получают. Да? Да. Хотя все планировалось совершенно наоборот, Юр. Ну. Да. Вот, ты знаешь, Трамп высказал, что он написал у себя в соцсети, что самое поразительное, что у афроамериканцев Камала Харрис, оказывается, не пользуется особым авторитетом. То есть, как он там написал, короче, мужчины, афро-чернокожие мужчины ее как бы не хотят. Для меня вот это немножко странно. Почему? Ну, понимаешь, когда идет выбор президента, извини, Свет, но я сейчас вынужден сказать пошлость. Ну, хорошо. Вот от того, что будет чернокожая женщина, на каком основании чернокожие мужчины должны за нее голосовать. Она что им даст? Извини за выражение. Я не думаю. Я еще раз прошу прощения за скабрюзность сказанного, но это факт. С какой стати вот они обязаны за нее голосовать? С чего ради? Ну, как, ну, своя, свой человек, вот она будет, и какие-то, в общем, еще лучше будет афроамериканцам жить. Вот как-то так. Может быть, так сложно работать? Нет. Ну, а так, а почему на этот фактор возлагали большие надежды и много писали об этом? Понимаешь, дело в том, что люди имеют тенденцию все-таки иногда умнести. И те же американцы, они люди очень практичные. Они смотрят на уровень инфляции, который при Байдене стал беспрецедентным. Ну, я не могу назвать себя глубоким знатоком истории Америки, но все-таки кое-что в этом, кое-какие знания у меня имеются. Но я не могу припомнить за последние полвека такую инфляцию, которая была вот сейчас при Байдене. Я просто не могу. Я искал, думаю, ну, может быть, там при Картере, может быть, при Ком-то была такая инфляция, может, при Клинтоне. Нет. Именно это было при Байдене. Это же ум не постижит. Понимаешь, и американцы на это смотрят. А с другой стороны, ты что думаешь, что вот этот миграционный кризис, который породила администрация Байдена, это ты что думаешь, он возник на ровном месте? Это не нравится никому. Ты понимаешь, вне зависимости от того, какого цвета кожа у мигрантов, черная, белая или полосатая в Крэпин. Это никому не нравится. Ну, конечно. Как Юрий Табах сказал, что я раньше заправлялся в БАК 50 долларов, а сейчас 90. Даже при том, что у Юрия Табаха нормальная пенсия, это все равно бьет и сильно бьет по кошельку. У кого похуже, как говорится, финансовое положение. Тем более бьет ведь. Совершенно верно. Ну вот, Юр, Израиль может доставить демократам большие неприятности. Вот если вы ударите до выборов по нефтянке, стоимость бензина в США еще больше взлетит. И уже не 90 долларов, ну, будет, а я не знаю, может, 120. Так что, получается, судьба-то выборов в ваших руках. Свет, судьба здесь выборов в Америке действительно в наших руках. Но как конкретно поступит Израиль, я не знаю в отношении Ирана. Мы всегда будем действовать в своих интересах. Я при этом напомню слова нашего министра обороны Йоава Галанта, который сказал, что наш ответ будет в нужное время, в нужном месте. И такой, что в Тагеране даже не поймут, что произошло. Но и так и случилось. Так, во-первых, была несколько дней назад кибератака, в результате которой практически все заправки в Тагеране перестали работать. Да, они поспешили это объявить техническим сбоем. Они поспешили сказать, что на цены на бензин это не повлияет. Но израильская хакерская группа под интересным названием «Хищный воробей» выпустила заявление, что сказала, «Вас предупреждали, это только начало». И последовало продолжение. Так, вчера выяснилось, что все три ветви власти Ирана, то есть судебная, законодательная, исполнительная. Она тоже подверглась кибератакой. Вся информация была украдена. Все ядерные объекты подверглись кибератакам. Вся информация была слита. Логистические сектора, они тоже были подвергнуты кибератакам. Кстати, об этом заявил секретарь Высшего совета Ирана по киберпространству Фируза Бади. Это так, на всякий случай. При этом обнаружили они эту кибератаку только вчера. При этом Фируза Бади не смог уточнить, а когда она произошла. Так слушай, Галланд же и сказал, что они даже не поймут, что ударку занесли. Да. Поэтому в данной ситуации от черта узнает, что там дальше произойдет. Я не знаю. Вот был разговор телефонный между Байденом и Нетаньябу. И, в общем-то, ты знаешь, что такое впечатление, что Байден вообще бы как-то не хотел, чтобы вы какой-то ответ давали. А как? Ну вот вы уже дали киберответ. Очень много нанесли. Но вообще, какие объекты, на твой взгляд, для Израиля важны? Для Израиля важно то, чтобы Иран перестал представлять для нас угрозу. Понятно. Для нас важно, чтобы ушел в небытие режим Айтол. Кстати говоря, в этом плане Израиль уже добился своего. Сейчас все высшее руководство Корпуса Стражей Исламской Революции, включая Исмаила Каани, не Ханию, Ханию мы уже уконтрапупили, а Исмаила Каани, которого прочили на место Хасана Насралы в Ливан, их, ну, допрашивают и, видимо, допрашивают с пристрастием. Потому что канал Sky News Arabia, он сообщил, что у Каани был сердечный прист. И он в тяжелом состоянии. То есть, это означает, что шпиономания в Тагеране достигло времен уровня, времен товарища Сталина перед войной, который я наполнил, а без своими собственными руками обезглавил все руководство Красное. А Моссад этому способствовал? Да. При этом я объяснил на пальцах, вот на стриме, что если Моссад завербовал агентуру на таком уровне, то, как говорится, сливать информацию о местонахождении Насралы или Хани, это не их уровень. Они, скорее всего, просто устранили бы Алиха Миней. При этом, тут интересная деталь, что о местонахождении Хасана Насралы и, равно как о Исмаила Хани, знали только высшие офицеры Ксир. Это им не помогло. Я имею в виду, ни Хани, ни Насралы. Это фамилия такая. Так вот, дальше произошла очень интересная утечка. Оказывается, операция «Новый порядок» по отправке Хасана Насралы к 72-м гуриям-пенсионеркам. Ну, это понятно. была осуществлена исключительно израильскими боеприпасами. Не поставленными из Америки 2000-фунтовыми бомбами, а израильскими боеприпасами. Понимаете? Понятно. То есть, это очень тонкий намек на толстое обстоятельство, что Израиль, конечно, зависит от поставки боеприпасов из Соединенных Штатов, но не настолько. Сразу же, после этого заявления, выступает Олаф Шольц и говорит, мы не отменяем, мы не вводим эмбарго на поставку оружия в Израиль, мы честно продолжаем туда все поставлять. То есть, силу понимают все? Силу понимают все. Юра, это можно понять так, что секретов для Израиля особых, ни то, что в Ливане там делается у Хызбана, ни то, что делается в Иране, не представляет. Да, и более того, слова Йоова Галанта по поводу того, что вы даже не поймете, что с вами случилось, это не пустая угроза. Дело в том, что действительно многие просто не понимают. Так, турецкие авиалинии и эта авиакомпания Эмирейт, они запретили проносить на борт любые электронные устройства. В принципе, запретили. Юра, может же получиться так, что, знаешь, много писали, что вот Америка вам самолеты такие специальные не даст, бомбы не даст. А может, в случае с Ираном вам ничего этого и не потребуется. Пейджеры это что, персонально только для Ливана, для Хизбалла делались? Может, и там что-то типа Пейджер? Я больше того тебе скажу. Это очень смешное наблюдение, но я обратил внимание на одну деталь. После того, как 13-14 апреля был удар по Израилю со стороны Ирана, там около 500 беспилотников было выпущено, баллистических ракет, результат был нулевой, но все ждали ответа Израиля. Его не последовало. И вот я обратил внимание на то, что динамика антисемитской вакханалии в мире, она увеличилась. Она резко возросла. Особенно я наблюдал это по аккаунтам многих своих бывших друзей, которые орали, что уймите бешеную собаку Нетаньяху и так далее и тому подобное. После операции Пейджер. Эта публика один, во всяком случае, я это говорю на примере одного из своих бывших друзей, написал вот так. Пользуешься ты смартфоном и нет тебя. После чего на его канале вообще была закрыта тема. В его аккаунте в Фейсбуке вообще была закрыта тема евреев и Израиля. То есть, как говорится, на Ближнем Востоке понимают и ценят и уважают только силу. Да, в принципе, ты знаешь, и все человечество так устроено. Правильно, правильно, но с одним но. Ты понимаешь, силу уважают все. Но есть, но цивилизованный человек, он еще и понимает выгоду. И плюс к тому же ему достаточно просто продемонстрировать силу для того, чтобы он все понял. Но показа не обязательно на нем. Как есть такое американское выражение, не обязательно порезаться для того, чтобы убедиться в остроте ножа. Но есть персонажи на Ближнем Востоке, которым для того, чтобы они поняли, надо дать в морду, причем сделать это неоднократно и дать сильно. Но, как говорится, умные учатся на чужих, ошибка дурак на своих. Вот сейчас у вас решается вопрос выселения семей террористов, снесения их домов. Этот вопрос вообще давно уже ставится. Не Таньягу на таком варианте настаивают. А вот разведчики Шабака считают, что это вызовет еще более мощный всплеск терроризма. Твоя точка зрения на это? Моя точка зрения, достаточно сделать это на одном-двух и все прекратится. Это, понимаешь, это вызовет... То есть ты на стороне Никоньяху, да? Я здесь на стороне придерживаюсь точки зрения Биби Никоньяху, потому что считаю, что это как раз очень хорошо сыграет, сыграет очень хорошую роль. Если и будет всплеск терроризма, он будет небольшим и очень кратковременным. Понятно. Ну вот, давай немножко... Тут все-таки мы немножко поговорим о делах в Украине. Да, то, что делается в Израиле, все знают, все это понятно. И успех будет и есть у Израиля, это тоже понятно. Но, Юр, в Украине сейчас такое впечатление, что российская армия идет и берет везде вверх. И устала Украина. Устали от войны все, но в отношении Украины я могу, опять же, это прокомментировать одной фразой. Немной было сказано, что наибольшее искушение сдаться бывает перед самой... накануне самой... Это когда же как-то и большая тьма перед рассветом. Да, тьма сгущается перед рассветом. Совершенно верно. Понимаешь, есть определенные признаки, которые указывают на то, что Россия сейчас не сладко. Во-первых, уже и Гардиан, и Министерство обороны Южной Кореи это подтвердило, что переброшено северокорейское... что северокорейские военные были переброшены на украинский фронт для обслуживания корейских ракет КН-23. Но, как говорится, лиха беда начала. И здесь я полностью солидарен с южнокорейскими Минобороны, которые на основании своих разведданных говорят, что туда готовится к переброске значительное количество северокорейских военных. Первое, конечно же, в первую очередь, это говорит о том, что у Путина уже заканчиваются резервы. Я буду не из первой сотни тех, кто говорит, что уже как минимум последние два месяца потери российской армии больше, чем приток свежего пушечного мяса, будущих трупов. Так вот, дело в том, что при такой динамике и при отсутствии всеобщей мобилизации, которая просто в нынешней ситуации обрушит российскую экономику наглухо, Россия нуждается в притоке новых свежих сил. Ну вот, в Северной Корее приток идет. Из Северной Кореи. Но это неприятная новость, потому что ни один руководитель он не отправит свои войска просто так из дружеских чувств. Это означает, что Ким Чен Ын, ему нужны свои военные, имеющие опыт ведения боевых действий в условиях современной войны. А не дел давно минувших дней, потому что условия изменились. Ему нужны свои обстрелянные бойцы. Значит, Ким Чен Ын, он уже всерьез начинает готовиться к военному столкновению с Южной Кореей. А в условиях того, что сейчас идет война в Европе, в Украине, на Ближнем Востоке, еще, как говорится, не хватало получить театр военных действий на Дальнем Востоке. это означает мировую бойню. Тем более, что то, что войска третьего государства, я подчеркиваю, не инструкторы, а войска военнослужащие, они присутствуют в украинском конфликте. Это даст повод союзникам Украины направлять туда свои войска. Понимаешь? Ну, может быть. Вот ты знаешь, обстоятельства-то складываются так, что союзники-то и так много чего, как говорится, имеют возможность, но не всегда делают. Вот у вас целый год 6-й флот США стоит, и что? Ну, и ничего. Это отсутствие политической воли в Белом доме. Я опять же возвращаюсь к началу нашего разговора. Повторяю. Здесь нежелание эскалировать ситуацию приведет к еще большей эскалации, причем в самом недалеком будущем. И я полностью согласен со словами Дональда Трампа, который сказал, что если придет к власти Камала Харрис, то через пару лет начнется мировая война. Причем я считаю, что Трамп еще поскромничал. Это будет гораздо быстрее. Я вот не понимаю, Юр, почему слова «третья мировая» все время употребляют в каком-то будущем. Разве она не идет сейчас? Ты абсолютно права. Она де-факто сейчас уже идет. Фактически Третья мировая война началась с аннексии Крыма. Фактически. С 2014 года. Точно так же, как Вторая мировая война, де-факто она началась не 1 сентября 1939 года. До этого был аншлюз Австрии, аннексия Чехословакии, а еще до этого был ввод немецких войск в Рейнскую домилитаризированную зону. Италия, в свою очередь, захватила Эфиопию. То есть война уже тогда шла не дуром. Это действительно так. Но здесь, понимаешь, почему идут такие разговоры? Что о Третьей мировой войне говорят в будущем времени. Хотя формально здесь надо говорить о Четвертой мировой войне. Потому что Первая, Третья мировая война, это была Холодная война. Тогда мир действительно балансировал на грани уничтожения. Здесь так говорят, потому что пока еще официально, подчеркиваю, официально, ни Россия, ни США, ни НАТО, ни одна сторона официально в войну не вступили. И в этом плане словесная казуистика, что у нас нет войны, у нас специальная военная операция, она, в общем-то, правильно сформулирована. Но, понимаешь, от словесной эквилибристики судье он не меняется. Ты права, да? Сейчас война уже идет. А, Юра, вот ты тут описываешь состояние России, говоришь об обрушении российской экономики. А в чем ты видишь обрушении российской экономики? Все же прекрасно, все замечательно. В цифрах все прет. Такие успехи, такие продвижения, ты понимаешь, да? Валовый продукт растет. Вот, значит, участникам войны платят вообще сумасшедшие небывалые деньги. Все хорошо. Ты понимаешь, Свет, все хорошо, как пела Алла Борисовна Пугачева, хорошо-хорошо, да ничего хорошего. На самом деле, сейчас уже все независимые эксперты подчеркивают то, что данные, которые приводит российское Минэкономразвитие об уровне инфляции и так далее, это все фикция. Ну, доллар-то он очень немножко растет, ты понимаешь, приемлемый доллар. А что толку, что доллар растет, когда де-факто его невозможно конвертировать? Что толку? Ты понимаешь, в советские времена, ну да, доллар стоил 60 копеек, или там сколько. Но, в сути дела, это не менял. Понятно. То есть ты скептически относишься к положению, как говорится, к России. А что ты скажешь про Демарш, как говорится, Рамзана Ахматовича, который кровную месть объявил? А он же против людей Путина, людям Путина кровную-то месть объявил. Я искренне болею за обе стороны. Запасаюсь по кожным и желаю победы обеим сторонам. Ну, как серьезно это может зайти, вот по прогнозам по твоим? Посмотрим. Уже вот сегодня в Грозном взорвалась бензозаправка. Вчера стало известно, что в Ингушетии расстреляли эшников, а злоумышленники скрылись. Вперед, ребята, я болею за всех. Я всем желаю победы. Да я тоже, давай вместе болеть, давай вместе жигать. Оле, 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 оле. Каждый чемпион. Да, каждый пусть чемпион. Слушай, они-то пусть будут чемпионы, как говорится, бог с ними, да. Глядишь, Украина некогда будет им заниматься, и так хоть не сильно занимались. Ну, слушай, вот российская оппозиция, есть она, нет ли ее, так никто этого не знает. Что за срач идет неудержимый все время? Ты знаешь, Свет, я сейчас на российскую оппозицию, так называемую, смотрю с омерзением, потому что вот этот вот процесс, я бы сказал, это коллективное политическое самоубийство. Ты понимаешь, то есть, то я скажу так, что мы имеем в итоге. А в итоге российская оппозиция, репутация в хлам, авторитет в хлам, политический капитал в хлам. Ты понимаешь, Свет, но давай мы будем реалистами. К Навальному, к покойному Алексею Анатольевичу отношения были разные. Кто-то к нему положительно относился, но были многие, кто к нему относился отрицательно. Это есть факт. Но и те, и эти, они не отрицали того факта, что у Навального был огромный политический капитал на куплю. Так вот, этот политический капитал в хлам. Все, ребята, отсюда я могу сказать, что надежды на то, что после путинской братвы к власть придут нормальные, солидные, вменяемые люди, это надежда в хлам. Причем, ты понимаешь, каждый день. Это получает подтверждение. Ну вот Юлия Навальна, она получила в Барселоне престижную премию за женскую храбрость. А в то же самое время, одновременно с этим, другая женщина, по фамилии Навальна, ее зовут Ирина, ей 26 лет, к Алексею Анатольевичу, она не имеет никакого отношения. Она уроженка Мариуполя, она приговорена окружным судом Ростова-Мадону к 8 годам колонии общего режима за обвинение в подготовке теракта во время так называемого референдума. Ей что? О ней кто-то вспоминает? Никто о ней не вспоминает. Поэтому ты понимаешь, Свет, я сейчас про российскую оппозицию могу только сказать, ну, что они делают? Хорошего. Это только кроме омерзения, это ничего нет. Какие-то взаимные срачи, какие-то беспонтовые фильмы со взаимными разоблачениями, какие-то гастроли по европейским городам, причем там говорят банальности и глупости с умным видом. Ну, это сюрреалерсюр какой-то. Ну, вот попытка была съезда народных депутатов Филиппа Намарева, которые сейчас все тоже полностью пересобачились совершенно. Была попытка, она еще не закончилась. Купили здание в Вашингтоне, престижное такое, да, чтобы был там, ну, как, посольство, вот, правительство, так сказать, в изгнании российское, чтобы там работало. Что улыбаешь? А я улыбаюсь потому, что вот у нас эфир подходит к концу, и мне жаль, что этот вопрос задала в конце. Если я сейчас начну рассказывать про все эти фриковые правительства в изгнании по всему миру, мне дня не хватит. Сколько этих правительств в изгнании было, без, извини меня, без википедии здесь не обойдешься. Поэтому, ну, одним фриками больше, одними фриками меньше. Ты знаешь, в этой вот, во всей ситуации единственное, кто, так сказать, сделал какой-то нормальный ход, это в Латвии состоялась презентация некоммерческой организации, которая планирует заниматься помощью русским подразделениям, которые сражаются, составив ЗСО. А в Литве состоялся форум «Свободная Россия», там приняли декларацию о поддержке вообще и русских добровольческих подразделений, и силового сопротивления внутри России. Ну, декларации-то они уже лет двадцать, наверное, или сколько принимают? Но дальше декларацией ничего. Поэтому, ну, посмотрим. Да, и вот, ты знаешь, последний, вот я из чата хочу прочитать вопрос, он для окончания нашего эфира подходит, мне кажется. Гимельфарб не верит в Россию, но можно ли верить в союзников Украины? Понимаешь, Свет, не мной сказано, в политике нет постоянных друзей, есть постоянные интересы, для этого должна работать украинская дипломатия, для того, чтобы союзники Украины, они давали ей больше. В политике нет постоянных друзей, есть постоянные интересы, поэтому надо действовать так, чтобы эти друзья сохранялись как можно дольше. Да, ну что, Юрий, спасибо тебе большое, я думаю, мы важные с тобой вопросы обсудили, вот, и нестандартные, я бы даже сказала, обсудили. Спасибо. Конец эфира, Ам Исраэль Хай. Ам Исраэль Хай, и поскольку мы беседуем сегодня Йом Кипур, я хочу сказать еще, Гмар Хатиматова, хорошей вам записи в книге жизни. Конец эфира. Ам Исраэль Хай.